Встреча с работниками железной дороги, посещение нового перинатального центра и прием гаража. Депутат Государственной Думы Пётр Пимашков приехал в Ачинск с рабочим визитом. Цель – посмотреть городские объекты и узнать у жителей города о насущных проблемах. Тему продолжим в сюжете далее. Свой рабочий визит депутат начал с посещения локомотивного депо. Ачинск – один из крупнейших транспортных узлов, расположенных на Транссибе. Пётр Пимашков проверил условия труда рабочих и остался ими доволен. У них есть собственная поликлиника, соляная комната, тренажерные залы, джакузи и спа-капсулы. Как говорят, так держать. Спасибо большое, что приезжаете в гости. Мы рады очень гостить. Второй точкой в маршруте депутата стал перинатальный центр. Еще год назад на его месте была стройка. Сейчас здесь современная больница, рассчитанная более чем на 100 пациентов. Медучреждение построили благодаря федеральной поддержке. Ее для Ачинска добивался в Госдуме Петр Пимашков. Как у вас настроение? У нас все хорошо. Замечательно, да? Современное оборудование. Ясно. Спасибо большое. В новый перинатальный центр приезжают пациенты с 10 ближайших районов. Единственная проблема – это парковка. Ее по проекту сделали слишком маленькой. Но этот вопрос народный избранник пообещал помочь решить. Кроме посещения важных городских объектов, Петр Пимашков уже по традиции встретился с горожанами, а также с депутатами местного городского совета. Почему, наверное, безусловно позволяет государству так сильно завышать цену? Стоимость топлива, экология, капремонт, нехватка лекарств и еще десяток вопросов от ачинских депутатов и жителей города. И, конечно, одна из насущных тем – программа по переселению из аварийного жилья. Ветхих домов в городе еще очень много, а денег на расселение больше нет. Будем отстаивать, чтобы эта программа продолжила. В крайнем случае мы по Ачинску договорились. В ближайшее время будет подготовлено обращение и в правительство, и в правительство Российской Федерации, и в правительство Красноярского края. Мы постараемся, чтобы эта программа по Ачинску была продолжена. В должности депутата Госдумы народный избранник уже шесть лет. За это время он стал соавтором нескольких десятков законопроектов. И идеи для многих рождались именно в таких рабочих поездках по избирательному округу. Перенатальный цель. Потом Петр Иванович запросы делал по энергообеспечению и на федеральный, и на краевой уровень. Поддержка во всех вопросах. Я ее просто ощущаю. И я уверен, жители города тоже ощущают. Во время этой поездки Пимашков обещал посодействовать в решении вопросов, связанных с дорогами, строительством нового кладбища и экологией. Юлия Чупрова, Илья Сенькевич, 7 канал.